Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня хотелось бы поговорить об экономике. Утром, просматривая ленту новостей в телеграм-каналах разных, на одном телеграм-канале, на экономическом, увидел сегодня с утра такую новость. Глава нашего Министерства финансов, Антон Силуанов, он сказал, на что пойдут вот эти полтора миллиарда, о которых мы слышали уже, наших российских денег, в Белоруссию. И особенно хотелось, чтобы белорусы сегодня тоже послушали меня. Это очень интересно, как работают деньги, как работает экономика. Смотрите, мы даем, наша страна, российская страна, дает деньги, полтора миллиарда долларов Белоруссии в виде кредита. Кредита на что? Очень интересно. Кредит на то, чтобы эти деньги вернули нам, России. Не нам, не стране, а нашим предприятиям, Газпрому в том числе. Он об этом сказал. Это очень интересно. Посмотрите, нам кажется, вот полтора миллиарда, я даже не представляю, сколько себе это денег, какое количество. Но их не повезут на машине бронированной, их не повезут поездом. Деньги будут перечислены в виде циферок через систему интернет, через вот эти банковские всякие операции. Кто-то заработает еще на них. То есть деньги как бы должны быть перечислены полтора миллиарда долларов Республики Беларусь на поддержание их экономики, он так и сказал. То есть поддерживая сейчас белорусскую экономику, мы, по сути, получается, поддерживаем свою экономику, заявил Силуанов. Очень интересное заявление. На что пойдут эти деньги? Эти деньги пойдут, которые мы даем. Вот посмотрите, я беру деньги, да, разные купюры наши, и мы передаем это Беларуси, стране, народу, полтора миллиарда долларов. Они как бы их принимают, и тут же все деньги отдают нам, потому что они должны уже Газпрому, еще кому-то. Понимаете, вам дали деньги, и вы их не видите. Они, может быть, и чего их перечислять? Можно сразу из Москвы перечислить Газпрому и прочим нашим поставщикам всего различного. А белорусы остаются должны полтора миллиарда долларов. Знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило событие 2014 года на Украине. Тогда тоже наша страна дала Украине, по-моему, 3 миллиарда долларов, тоже большой транс пошел туда. И говорят, они не дошли до страны, то есть тоже в долг дали какими-то там средствами. И как многие говорят, что они дошли только до Януковича, который сбежал из страны, бывшего президента Украины. И эти деньги растворились. Но народ остался должен, народ Украины. То есть страна должна выплатить другой стране эти деньги. Что произошло тогда в Украине? Тогда произошли вот всем известные события. Смена власти. И новая власть пришла. Но уже пришла и попытались доказать, что мы вам как бы ничего не должны. Это вот там Янукович как будто забрал эти деньги. Но посмотрите, может быть сейчас наши власти, российские власти, они мудрые, там сидят очень такие достойные люди, умные люди. Они уже тоже, наверное, просчитывают, что скоро власть в Белоруссии, возможно, сменится. И тут экономика вступает в свои права. То есть на этом можно еще, мне кажется, заработать. И поэтому, давая в долг, погружая еще больше страну в долги, потому что эти полтора миллиарда, они вернутся сразу нашим компаниям, все поступит им на счета, и они будут счастливы. И еще кто-то в банковском секторе заработает на этих деньгах за переводы, за еще что-то. В общем, очень интересная ситуация. Ситуация по времени. Вот то, что происходит сегодня с народом Беларуси. Конечно, вы будете потом платить, даже если сегодня произойдет смена власти, и президент Лукашенко уйдет в отставку или каким-то другим образом, что-то произойдет в вашей стране. Но вы останетесь должны, ваше новое правительство, новый президент. Вы будете еще больше должны потом по этим счетам. Но время очень интересное. Возможно, это как раз такое же время, которое было на Украине. И, возможно, наши российские власти дают этим понять, и вам тоже, что... Посмотрите, там было так, там было... Может быть, я ошибаюсь. Может быть, что-то работает по-другому. Но новость сама по себе интересна. Тем более, что ее донес до нас министр финансов... Да, министр финансов Российской Федерации Антон Сёлоано. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами был я, епископ Альберт Радкин. Взгляд с небесный. Это наш взгляд. Это ваш взгляд. Благослови всех Господь. Продолжение следует...